ТРЕЙЛ РАННИНГ Первый этап соревнований прошел в зале. На этой площадке главная задача – проверить силу участников. Потому в программе подтягивания с весом и упражнения со штангой. За соблюдением правил и техникой выполнения пристально следили судьи. Не все подходы к снаряду оказывались для спортсменов одинаково успешными. Команды разделили на две категории. В первую – профессиональную. Вошли шесть составов. На одну больше сборных – в любительской группе. Есть девчонки, допустим, 35-37, 42 года. Парни тоже есть за 40. И они выступают в группе «Б», где сидящие веса, но больше гимнастики. А в группе «Б» ребята выступают, которые на международной арене, где-то на чемпионатах России участвуют. Победители Дальнего Востока. И там, конечно, уже заруба больше идет с большим количеством весов и с тяжелой гимнастикой. Из зала на стадион. Кроссфит учит выносливости в любых условиях, что и проверили на этой площадке. Даже дождь не стал помехой для спортсменов. Я занимаюсь кроссфитом уже более двух лет, наверное. Вообще призер Приморского края, дальневосточных соревнований. Профессия учитель обычный. Но вот мне нравится. Я хожу на кроссфит. Потянулась здесь на соревнованиях больше всех. 30 килограмм. Задания с гантелями и гирями. Ходьба на руках. Выпады. После еще и бег на два километра всей командой. Из-за дождя кроссовки скользили. Вода заливала глаза. Но участники превозмогали трудности и добирались до финиша. И это еще не все. Вишенка на спортивном торте – подъем так называемого червя весом 120 килограммов. Здесь особенно важна слаженная работа всего коллектива. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Для Виталия Лунякина это первые соревнования. Пока выступают в категории новичков, потому что в спорте недавно. Сначала хотел просто похудеть. Но в процессе тренировок затянуло. Появился азарт. Стал избыточный вес. Большой стал. Под 93 килограмма. Сейчас где-то 73. Начинать никогда не поздно. Мне непосредственно 43 года. Начал я год назад. Это было 42 мне. И с таким весом, в принципе, я считаю, что добился неплохих результатов. Среди любителей все призовые места заняли уссурийцы. На первой и второй строчках – команды из спорткомплекса Александр Невский. Третий – участники от фитнес-клуба «Атлет». А вот в группе профессионалов сборная уссурийского атлета взяла золото. Серебро и бронза уехали во Владивосток. Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс.